можно вам самого начала что происходит в легких в которых есть поражение чем-то часть легочной ткани функция которой всасывать воздух перерабатывать в кислород потом выводить углекислый газ выключена из процесса поэтому вместо того чтобы у нас работали легкие целиком у нас работает маленький кусочек на этот маленький кусочек мы сейчас будем давать не специфическую нагрузку то есть кислород в чистом виде для того чтобы этим кислородом насытить организм но поскольку рабочая поверхность маленькая нам приходится давать кислорода много по факту мы обжигаем легкие это часть легочной ткани которая у нас сейчас рабочая снашивается а в остальной части легких в которых идет какой-то процесс ничего не происходит она продолжает быть выключены из процесса дыхания другими словами при большом поражении легких кислород к сожалению это просто путь в никуда это медленное угасание ну и по большей части врачи об этом знают что можно попытаться сделать я не даю вам на триста процентов гарантии что это поможет хотя вот только что ко мне приходили люди которые выписывались из больницы с сатурацией 50 вот четыре месяца они мучились сегодня принесли аппаратуру сказали огонь мы можем дай бог же в нос так было смотрите про кислородный концентратор я вам сейчас отдельно объясню это вообще самая простая машина и мы начнем вот с этого это называется сип-ап это аппарат не инвазивной вентиляции легких он дает в легкие давления то чего не делает кислород кислородный концентратор подает нам кислород который нужно вдохнуть собственными усилиями это надувает легкие как шарик оставляя расправляться ту часть ткани которая не задействована сейчас в процессе его значит аппарат умный местами умнее меня он подстраивается под вдох пациента то есть тот момент когда пациент делает вдох аппарат добавляет туда объема считая недостаточный или достаточной я ставлю вам сейчас на минимальное давление рассчитанное на взрослого все что ниже это детские дозы в том случае если вам нужно будет перестроить аппарат вы меня наберете я вам объясню как это делается при помощи комбинации клавиш все настройки под замком это антидураковая защита для того чтобы никто ничего туда не накрутил чтобы мы не порвали пациенту легкие фигану в туда невероятное давление и так далее значит у таких пациентов это единственная возможность выскочить но к сожалению значит но это дает только давление не кислород воздух это важно для того чтобы добавить туда кислород нам нужно будет включать два аппарата в параллель смотрите это маска маска одевается на лицо плотно крепится ремнями поначалу это будут ощущения дискомфортные просто потому что непривычно поэтому первые разы дайте возможность подышать через маску не не привязывая ремни хорошо у некоторых людей она вызывает чувство близко к клаустрофобии именно из-за того что она я понимаю что вы говорите маска должна сидеть плотно это доводчик для того чтобы изменить угол маски вот здесь у нас находится в порт для подключения кислорода если мы пользуемся только сипапом без кислорода заглушка должна быть плотно закрыта чтобы у нас не травила давление если мы используем в паре вот сюда мы подаем кислород сейчас я дам трубочку покажу как это делается запускается он аж одной кнопкой вот вы нажали все вот у вас пошла терапия точно также вы ее выключили это понятно да это у нас увлажнение включить выключить для чего увлажнение для того чтобы мы не подавали сухой воздух откройте рот подышите открытым ртом и почувствуете как это неприятно мне было чтобы так настроили чтобы я приносил я настроила я настроила вы включите и он будет работать одной кнопкой как вы говорите оно так и есть оно у вас настроенное одной кнопкой в том случае если его нужно будет перестраивать вы меня набираете я объясняю как это делается вот здесь у вас находится контейнер для увлажнения вот вы открыли вот вы его достали вот это максимальный уровень который можно сюда залить заливается дистиллированная вода я вам сейчас немножко с собой давно вообще она продается на заправках в аптеках она почему-то в три раза дороже это необъяснимо на заправках там для автомобилей наверно она одинаковая она одинаковая дистиллированная вода это вода без примесей все с этой частью мы разобрались весь уход который за этим аппаратом вот воздушный фильтрик вы его просто промываете под проточная водичка сейчас он чистый через две недельки имеет смысл в него заглянуть вот это у вас карта памяти вряд ли она вам понадобится но пусть уже здесь торчит это в том случае если у вас нормальный продвинутый врач врач может потом достать вставить в комп и посмотреть как у вас меняется динамика дыхания потому что аппарат считывает вот эти вот глубину вдоха и частоту вдоха не выкидывать с этой стороны у вас находится возможность подключения его к компу с той же целью просто чтобы вы знали что что вот это вот у вас там валяется все ваша кнопка одна вот это ею включили ей уже выключили он не очень любит перепады напряжения в сети можем без перебой лучше и выпустить через бесперебойник это правда упс привезу поставлю но и с этим прибором и с этим прибором вы должны понимать что ваша задача первоочередная задача это ваш пациент если что-нибудь случится с техникой это будет грустно но это не будет трагедии если что-то случится с человеком будет значительно больше трагедии поэтому если вы выбираете между сохранной сохранностью техники и сохранностью пациента вы выбираете сохранность пациента я не убью вас если вы что-нибудь сломаете но если вы сломаете пациента в этого себе не мы будем вам звонить и крыса конкуртироваться эта часть понятно это кислородный это гораздо менее умный аппарат этот аппарат умеет взять воздух из комнаты пропустить его через фильтры пропустить его через цилиндры с циолитом это молекулярное сито разложить на компоненты и отдать вам кислород вот здесь у вас находится воздухозаборник этой частью он будет всасывать воздух из комнаты и здесь же естественно у вас находятся фильтры вот эти два фильтра это внешние вы достаете вытряхиваете или промываете под проточной водичкой они грязными у вас будут все время и сухими засовывал назад это не значит что их надо сушить на батарее это значит что от воды их просто хорошенечко нужно вытрусить они у вас будут грязными все время он тянет как пылесос да то есть вы не пугаетесь это нормально просто не забывайте чистить чем они чище тем корректнее это фильтр тонкой очистки по хепа фильтра да он у вас новый после вас будет стоять новый он меняется после каждого пациента либо спустя полгода после начала работы аппарата то есть если вы у меня ушли в длинную историю пользуетесь этим всем более чем полгода вы набираете горите лессе у нас плановая замена фильтра договорились до дай бог чтоб полгода как вы говорите эта кнопочка включить он с вами вежливо поздоровался и вы нажали вот эту кнопочку он у вас заработал две вот эти кнопки вам не понадобятся ни при каких обстоятельствах это возможность выставить его работу например на 10 минут или на полчаса с последующим отключением вам это пока не светит это возможность включения или отключения голосовых сообщений нравится пусть с вами разговаривает не нравится сказали ему молчи и он молчит это регулировка количества литров кислорода в минуту он у вас умеет давать от 1 до 10 литров это не значит что сразу его надо на 10 это значит что нужно найти то количество литров которое нужно конкретному пациенту определяется опытным путем при помощи пульсокси я вам дам еще один на всякий случай проверить и разницу вот отсюда кислород поступает вот сюда и здесь он у нас должен увлажниться не увлажненный кислород значительно хуже чем отсутствие кислорода дистиллированная же вода вот уровень максимум вот уровень минимум если мы наливаем больше чем максимум у нас кислорода у нас вода будет забрасываться в кислородную трубочку и создавать водяные пробки он просто не будет идти не критично нужно вытрусить высушить и это время чем будет без кислорода если будет ниже чем минимум просто не дать не дотягивается фильтр и тогда он у нас остается дистиллированную воду мы не меняем мы ее просто доливаем вот отсюда у нас выходит увлажненный кислород вот сюда мы цепляем либо кислородный переходник под сип-ап либо кислородную маску в том случае если вы будете дышать маской или каинюлями сейчас я вам это все что чем отличается значит для того чтобы подсоединить кислород к сип-апу мы берем вот такую вот трубочку включаем ее вот сюда и вот этим хвостом вот сюда господи тетя слепая тетя с первого раза не попадает оно должно сесть плотно вот оно у нас плотно сидит это понятно одновременно две кнопки вы запускаете и это и это и маску на лицо да 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 когда вы даст бог слезете с кислорода и останетесь на одном сип-апе заглушка плотная заглушечка у вас с двух сторон без разницы куда подключать кислород с этой стороны или с этой стороны это вопрос удобства и это сделано на самом деле для того чтобы можно было еще подключать небулайзер при необходимости это понятно то есть небулайзер можно запускать туда же с лекарством каким-то там да да ну теоретически вам должны были назначить ингаляцию гормонами не знаю не было тетя вот они там сейчас скорая перевозка организация всего этого это взял на себя вот эта часть понятно на тот случай если вы дышите кислородом без сипа такое у вас может случиться несколько есть люди которые категорически вот я сипа не могу и все особенно пожилые вот именно из-за того что вот это вот большая маска на самом деле если вы примиритесь с тем что вы приехали домой умирать то можно будет говорить только о вопросе комфорта если вы попытаетесь его выцарапать то тогда мозг вот с этим и больше ни с чем но с этим не получится я понял но например если нужно поесть попить до снимается это вот это назальная конюля это то что вставляется в носик пропускается за ушки подключается к кислороду дышится носиком рот остается свободное для того чтобы можно было разговаривать есть пить и тогда это кислородная маска количество кислорода вот здесь и вот здесь будет одинаковая это только вопрос комфорта пациента есть люди которым трудно дышать только носом которые по большей части привыкли дышать ртом или когда спят храпят и опять-таки рот открыт да тогда лучше использовать маску ваша задача на вот этом быть практически круглосуточно с добавлением туда кислорода в идеале если мы говорим о нормальной схеме выхода потом из этого всего то есть вы сначала снижаете количество кислорода через сипап потом вы потихонечку убираете кислород это вот это кислород это вот это то есть вы сначала снижаете количество кислорода до тех пор пока не останетесь только на сипапе после этого вы начинаете делать перерывы в сипапе длиннее 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 потом уходите в режим сипап на ночь днем дышим самостоятельно и потом пробуем и ночью обходиться без сипапа после того как мы 45 дней обошлись без всего вообще объявляем себя победителями и возвращаем мне технику процесс длинный процесс того стоит а дальше будет зависит от вашей настойчивости и человека который и от человека хочет человек жить не хочет человек жить тут вы в любом случае должны уважать его право то есть нельзя лечить насильно если человек хочет пытаться выкарабкиваться вы ему помогаете выкарабкиваться если человек выкарит не я устал уйдите все дайте были такие моменты он когда в больнице находился домой хотел и вот пробовал этот кислород убирать в сторону и без него то есть у него получается было кислородное голодание это могло отразиться на состоянии там я веду могло так отразиться чтобы она невозвратно было или нет смотря до каких цифр там падала и что там происходило в головном мозге если мы говорим про легкие я вас просто попрошу вас когда вот выпишут уж совсем совсем выпишут пришлите мне полную выписку и если есть снимок легких снимок легких хорошо тогда можно будет о чем-то говорить будет понятно есть там хотел домой экспериментировал на себе уже выключайте дальше это полтавня я вам сейчас спасибо за рассказ найду покажу